Мой отец не вернулся с войны. Он остался навеки под Ригой. Но летят и летят ко мне сны. В них картины меняются мигом. Вот красивый и молодой. Он целует меня и маму. Таким навсегда запомнила Вера Бондарева своего папу-офицера Сергея Исаева. Он был военным в Риге. В начале 41-го года собирался перевезти туда и семью. Вера с мамой в начале июня продали свой большой дом в Торбеево и готовились к самой радостной встрече в жизни. Но она так и не наступила. Война расставила все иначе. Мы понимали, что никуда мы не поедем. Что мама пошла к тем людям, которым мы продали дом, чтобы вернуть им деньги. И дом нам назад. Где же мы будем жить? Вернули? Нет. Не вернули. А как же вы жили потом? И вернули Иринушка. И вся война для меня лично была хождением по мукам. В одном углу у бабушки, у тетки, у дяди. В общем, как собачонку вот так гоняли. 30 августа 1941 года пришла похоронка. Командир танковой бригады Сергей Исаев погиб под Ригой. Все рухнуло. Шестилетняя Вера вмиг повзрослела. Самые сильные воспоминания о военных годах в тылу – адский труд. Дети работали наравне со взрослыми. Собирали колоски на таку, убирали картофель в поле. Комбайнов не было. Веялки были ручные. Барабан такой, в который сыпали зерно. Ручки делали длинные. Чтобы нас человек пять за эту ручку бралось, надо было вращать вот это все зерно, чтобы очистить его. Это был труд такой тяжелый. Приходили ручонки, болели. А потом, ведь не успевали же убрать, и картошка под снегом оставалась. И вот мы закопали эту картошку, промерзшую. Ручонки замерзнут. Подуешь вот так, сунешь в пальтишко. А надо норму выполнять. И мы ее выполняли. Было тяжело. Плакали. Но стиснув зубы, выполняли. Потому что надо для фронта, для победы. Да просто, чтобы не умереть с голоду. И так не только четыре года, а еще много лет. Война прошла, а разруха осталась. Рабочих не хватало. Несмотря на тяжелое время, Вера не оставляла учебу. Закончила школу, поступила в Мордовский госуниверситет. По образованию она педагог-филолог. Вера Бондарева вышла замуж, вырастила двоих детей. Работала учителем сначала в комсомольской школе, затем в нескольких школах Саранска. Заслуженный учитель Мордовии всем сердцем ценит жизнь. И учит этому молодое поколение. Какое счастье, что живете под мирным небом. Такие счастливые. Все для вас, все открыто. Столько кружков, столько спортивных. У нас ведь ничего не было. Но тем не менее, я играла на трубе, я играла на гитаре, я и плясала. То есть мы вот сами по себе какие-то объединения при клубе. Без специалистов были. И мы все посещали. У нас был такой интерес к жизни. Хотелось как можно больше взять. Вот тем больше, тем интереснее человек. 82-летняя пенсионерка полна энергии и жизни. Вера Бондарева участвует во многих мероприятиях. Радуется мирному небу. И благодарна судьбе за каждый прожитый день. Они, дети войны, рано познав боль, умеют это делать лучше всех остальных. А мы, к сожалению, нет. Ирина Герасимова, Евгений Фролкин. Народные новости.